Продолжение следует... Вот, вижу, что всем привет. Сейчас мы посмотрим, пошла ли запись или нет, потому что пока звук заодно проверим. И тогда мы уже полетим. Так, снова... Вот. Ну чего, знакомые лица или незнакомые? Есть кто-то у нас? Да, вот Наташа, например, мы не знаем. Ну что-то... Шапочка в стиле уже пошла. Ну все, девочки, здравствуйте, еще раз. Сейчас название уже есть, значит, уже все. Значит, с интернетом у нас какие-то проблемы, поэтому сейчас проверим, что у нас там творится. Сюда, Васюка, послушайте. Надо посмотреть, чего в чате пишут. Всем приятного вечера. Девочки, вы слышите нас или не слышите? Дети, пожалуйста. Опять, я там не перезагружусь с Мальцем. Очень удобно выступали на конференции. Мы очень удачно, удачно, ударно выступали на конференции. Настолько ударно, что... Все, все развисло. Все развисло. Все, все здравствуйте. Сегодня мы будем про нашу тему модернизма, креативного вязания. И я уже называю эти посиделки, как это, факультатив к мастер-группе, потому что оказалось, что мастер-групп практически в составе присутствует и сильно переживает, что они так и не получили запись урока. И я думала, что знания мастер-группы уже достаточно для того, чтобы они могли сами все это воспринимать. Но, оказывается, у них голова настолько занята, что они просто даже не хотят на эту тему думать. Потому что, действительно, мы здесь маленькие, веселые сюжеты рассматриваем. Это как это, юмореско, по сравнению с тем пьес, которые у нас играет мастер-группа. И поэтому то, что мастер-группы присутствуют, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, могли бы еще лишний свитерочек связать. Не тратить время на всякие самодельные шапочки. Самодельный свитерок сделать? Но на самом деле, вы понимаете, вот такие вещи, типа того, что мы вчера показывали, и кота нам прислали, ты видела? Не видела. Я выложила уже в группе ВКонтакте. Но был выполнен не кота, а кошечки. Но вот как бы кошечка получилась в таком свитере, то есть надо все-таки предусмотреть вариант, сподгибельно сделать, чтобы получилась такая платьица. Поэтому, кто хочет покреативить, то вы можете вот это по уроку, я была у нас на сайте его, вы можете здесь вот начать не с набора, как я сказала, что Каташа говорит, сделать еще планочку, и тогда вот здесь у нас будет на ножках висеть платьица, и тогда у нас будет кошечка. И наверху вот еще бантик был, в общем, получилась такая очаровательная. Можете вот сделать парочку. И пахнуть чуть-чуть. Не, девочку можно похудеть, а кота-то, а кота-то только толстая. Кот солидный, да. Сейчас покажу вот этого моего солидного кота. Какая-то пыль, сожаечка, вот у меня пришла здесь. Не мешай, пошел спать обратно. Вот, это из моих котов. Так, ну, что сказать еще, что наши посиделки приносят, достаточно большого количества позитива. Мне больше позитива. Я считаю, что это как для того, чтобы разбавить пучное вязание. Я вчера на конференции говорила, что мы, конечно, стараемся, машинное вязание все-таки оно не такое сложное. Но на самом деле... Но кто-то знает, что это не сошли. Кто это так? И он понимает тот путь, который он прошел, и чего это ему стоило. Но кто еще находится в начале пути, они даже не подозревают о тех трудностях, которые их ждут. Но так как рядом, то у вас с нами все получится. Но пока мы еще не начали, пока народ входит, я хочу попросить вас во-первых, написать в чате, что вы учащите в классе Натальи Насовой шапочково-шотландском стиле. Присоединяйтесь. Это как бы ваша вложимость для того, чтобы все-таки народу было много, и когда они балдеют от того, что они видят, и им кажется, что это невозможно. Когда все коллективно вяжут, но когда я в группе начинаю выкладывать десятками эти изделия, то люди вдохновляются, понимают, что действительно можно научиться вязать, если кто-то покажет. Покажет это весело, то вообще как бы еще и легче. Так вот, после прошлого нашего занятия одна из наших учениц, Наталья, я не буду называть фамилию, написала письмо. Мы все смеялись, я выложила в нашей группе ВКонтакте. Если кто не знает нашу группу ВКонтакте, совместное вязание на машинке называется. Поэтому там мы выкладываем все наши поделки, которые связались. Некоторые присылают, мы еще не успели закончить, все они уже готовы изделия шлют, поэтому вы можете учиться в том, что это как бы не запись, как некоторые говорят, это в записи, мы не в записи. И с нами девочки тоже не в записи, вяжут в прямом эфире. И это стимулирует для того, чтобы учиться вязать дальше. Потому что если вы в прямом эфире можете по записям, вы тоже все это сделаете. Так вот, Наталья у нас написала, что хочу поделиться с вами вчера, что со мной произошло. Почти у всех у нас в профиле стоит статус замужем. И несмотря на это, отчисленный фон наших мужей, детей, даже внуков, определенная группа людей пишет и предлагает свои услуги. Вчера после посиделок, а мы вязали, что там, шапочку какую? Квадратик, да. Было не вчера, это было? Да, ну, в прошлый раз, да. После посиделок предложение князя Аарона, о как, получить жесткий оргазм, цитирую, ставится, хочешь получить жесткий через О, а оргазм через А. Пунктуарфи соблюден, никогда я не отвечаю на такие письма, тем более того, ставлю в спам. А тут, как мне стало жаль этого князя, ответила я ему, что если он хочет получить 24-часовой оргазм, пусть запишется на машину вязания и провязав хотя бы образец, получит такой оргазм. А если, как вчера, пятиугольным декером петельки попереворачивать, а, мы это вязали в палантин, петельки переворачивать, и чтобы петельки не убежали, то получит жесткий оргазм. Так этот князь после моего послания перешел со мной на «вы», цитирую, «мадам, вы маньячка, блокировал меня, вот же гад». А где-то через час мою страницу посетило пять незнакомцев. Я, веземный князь, двор полным составом пожаловал посмотреть на маньячку. Профиль закрыть не могу, разно с интернетом. Вот так вот. Ну, когда я написала это письмо, выложила в нашу игру, было что-то там 29 или 30 человек, кому понравилось. И я вывод, что машинное вязание все-таки дает креатив не только в вязании, но и в настроении, и в литературном изложении. Ну, а сейчас мы, наверное, уже приступим, потому что уже 10 минут. Ну, так. Наверное, он же, что я бы хотел, посмотрю, прибавляются, прибавляются. И сколько у нас сейчас народов? 100 у нас. Класс. Ну, значит, в прошлый раз у нас было 156, поэтому мы надеемся, что в этот раз у нас мы попьем. Спасибо, девушки, что пишете, что у нас участвуют. Молодцы какие, молодцы. Спасибо. Ну, давайте все, кто еще не написал, подписывать, потому что пока только, вот я вижу, там 7 человек написали. Значит, что мы сегодня будем делать? Дело в том, что мы с Натальей все-таки понимаем, что посиделки это не тот формат, но мы уверены, что вы справитесь. И поэтому в особенности в 150 человек доступное вязание из квадратиков. Мы так это и назвали. Да, примитивное вязание для того, чтобы вы поняли, что можно додориться. Но при этом получаем хорошенькую вещичку. Которая, в принципе, ничем не отличает дизайнерские, и если никому не говорить, что это вот как бы на пьяную голову это сделано, то никто и не подумает, что вот оно так. И все наши изделия, которые мы взяли в сделках, они, в принципе, как в этой серии. И, насколько я понимаю, вот все дизайнерские вещи, они тоже создаются именно вот так вот, когда вот что такого, вот чего ни у кого не было. Поэтому мы с Натальей думали, ну, что можно сделать? Какие-то сложные вот вещи, вы понимаете, вот это очень тяжело. Сложные какие-то пересеки, какие-то сложные частичные вязания, конечно же, не получится. Ну, это для мастер-группы я бы такое показала. У нас формат, доступный всем, то есть тем, кто умеет вязать, кто не умеет, не важно. Наша задача сделать все, кто хоть как-то умеет вязать на машинке, просто. Поэтому мы всегда показываем очень простые вещи, очень простые стынки. У нас по средам у нас платные уроки, но в этот раз мы, наверное, не будем, потому что мы уже как бы с теренцами, у нас очень на подходе, как бы тяжело готовиться и туда, и сюда, поэтому в этот раз в среду не будет ничего. Но вот на прошлом мы вязали бактус сырповидный. Но так как я снорпировала, я человек невяжущий, у меня вот глаза были вот как бы вот уже не в том, где надо, как бы носки все повернулись. Вот это сложное изделие. Вот для меня, например, было сложное. Вот это я смотрю, и я даже что-то можно сделать. Из чего это делается, это я понимаю. Нет, ну по средам это сложный урок, потому что три часа напряжения, это все-таки сложновато. Там есть другой формат. Здесь мы очень хорошо себя чувствуем. Вот, поэтому те, кто у нас первый раз, и они как-то может так вот, мы сейчас будем показывать на машине не во два, а как это все остальные будут повторять. Напишите, как у вас визуальные машины, и мы будем тогда ориентироваться на то, что и вы тоже с нами на машинах вяжете. Показываем мы на машине не во два. У чего есть, на том и показываем. А вязать будем на том, что у вас. И интересно, чтобы вы это делали вместе с нами, потому что записи этого урока нет. Мы не рассылаем, поэтому что свяжете, то и получится. Давай, давай. иди. Все, и опять. Все, пишу. Начинаю. Сейчас просто начинаю. Переверни мне экран. Так, я ставлю машинку, и мы начинаем ручку. А вот Елиза пишет, что у нас прожиточный минимум 5 тысяч. Так у нас тоже прожиточный, по России везде прожиточный минимум 5 тысяч. Сейчас вроде как хотят понизить на сколько-то там на 200 или на чем-то рублей, потому как, да, разжирить мы это изменяем жирность. Да, а то много едим сильно. Так, вот, что получается, нитки, естественно, все убрать, подобрать. Это зашить, билить, ломать, билить. Вот, собираем. Здесь у меня хвост жидковатый, вот здесь за счет того, что... Это очередной секретик. Да, потому что на самом деле можно все это попрятать, шивать внутрь, убрать, а можно сделать такой задорный хвост, потому что чем меньше мы это режем и прячем, тем что они вылезут и распустятся в один неподходящий момент. Поэтому нитки, которыми мы стягиваем матку, завязываем, вот здесь у меня узелок, завязываем хвост, обрезаем, потому что он весь кривый, там нитки на длину были, обрезаем на одну длину и получаем вот такое вот плазочное совершенно изделие. абсолютно позитивная, красивая, незатратная ни в каком смысле веселая шапочка. Опять же утилизация. Очередная утилизация. Уже, наверное, отходов не осталось. Мы уже, по-моему, все. Теперь за отходами приходится идти в магазин на тупление утилизации ваши отходы. Получаем и складка. Шапочку. Вот скажите, можете вы представить такую шапочку, например, на себе? Ну, учтите, что там цвета немножко другие будут, но вот такой принцип можно ли? На самом деле, она даже, в принципе, мужскую тянет. Если сделать однотонной... Вот, смотрите, вот чем не мужская шапка? Да? Ну, она шапочка. Изюминка, она вот такая вот. У нее нету хвоста, у нее нету никаких коз. Она вот такая интересная. Мужчина будет очень доволен, если, конечно, там не вырви глаз цвета будет. Вот это для мужчины там поспокойнее цвет. Вот это для себя. Девочки, я бы в такой шапке ходила с удовольствием, потому что, ну, не надо себя бабушку делать предупределенно, давайте повеселиться и чувствовать себя молодыми. естественно, к такой шапке нужны не валенки, а что-нибудь другое, но мы не стали выжать, но мы вяжем и чувствуем себя молодыми, красивыми, задуманными, какими, собственно, и все. Поэтому вот, ну, напишите, можете представить такое на себе. Девчонки пишут, я бы одела, а вот Малахова пишет, мне 60 за сумасшедшую примут, а не обязательно вязать вот из ядовит, ядовит цвета. Черно-белую, коричнево-белую, коричнево-белую, все. Причем тут это-то? Я же, цвет для ребенка, вот у меня какой акрилл есть, я купила там. Вот у нас, мы на пушке жем, понимаете, мы постоянно покупаем такую яркую, жизнерадостную. Я прихожу в магазин и говорю, мне 10 мотков с такими. Эти женщины уже знают, продавщица, она даже не спрашивает, она идет и выносит мне вот такие подойдут, добавьте, добавьте. То есть они уже знают. Значит, серо-черно-белое, бежево-коричнево-молочное, цвет пальто, серенево-голубую. И это можно не в таком виде, а кичку затянуть. Вот. Ничего не делать, а внутри все, и ничего не будет. Потому что... И спрятать внутрь этих полосок, вот спрятать. Потому что вещь, неизбитая. И в то же время, смотрите, нарядное праздничное делается. Вот тусклые цвета, мужчина будет супер. Ну здорово. И вы посмотрите, кто умеет вязать, и такое может вязать все. Людмила говорит, жарь, я шапки не ношу, так начните носить. Вот чего носить? Делаешь берет. Берет. Ты что-то говорила про берет, я что-то там такое говоришь, я берет, берет какой-то знаю. Слушай, я столько всего говорила, что уже даже не упомнил. Да, уже сумасшедшая. Нет, то есть можно любым, вот убирать кофточку, сделать кто-то еще что-то. А кофточка, это вообще вот, расскажите, как это связано. Сейчас выложим, начнется, пришлите схемку. Ну пришлите, вот какая схемка. Сейчас я сфотографирую. Поэтому, девчонки, все в креативе, на пустом месте. Вы сами смотрите, ничего, просто дратик. Ну какая вот, опять интересная идея, ниоткуда, ни из чего. Вот Тамара, которая трясына, говорит, что и мальчикам, и с хвостикам тоже подойдет. Тоже подойдет, почему нет? Сейчас мальчики вообще ходят, к чему ходят на шапки-то? Не, мы не знаем, у кого кто чего носит, и кто что готов на себя одеть. Берите идею, модернизируйте. Мы же вам не цвета показали, она же не колористический, этот, этот курс, колористики, а мы показываем вам идею. Мы стараемся вам показать, что все эти идеи, они как бы все лежат на поверхности, только их нужно вот как бы взять и воплотить. Потому что вот так, я где-то видела, может быть, в интернете, а к чему это показали, зачем? Я, может, видела, а может, не видела. В таком варианте не видела нигде точно, потому что... мне вот каждый раз, я думаю, опять что ли шапку будем вязать, но потом думаю, покажем на квадратике. Ну, непонятно к чему. Вот в таком виде сразу говорят, о, а может там можно... Вот когда это в образце, то как бы в принципе непонятно к чему. Вот как нас учили? Сплошные образцы на вязании. Никаких шуток не вязали. Для чего? Переложить это очень сложно. А когда вы... Вам нужно сделать небольшой подгиб, потому что если подгиб большой, то вот эти вот косы у нас уходят наверх, это уже другой вид. А так и косы, и... Ну, все. Мы ровненько, ровненько уложились. Так что, надеюсь, очередная наша идея вам пришлась по душе. Вот как раз пишет, спасибо большое, в какой-то идее еще пополнилась. Так что... Вот так. Красота, красота. Ближе. Да ладно, я влезу. Ну, мы начинаем с вами... Потому что тому хорошему, как и всему плохому, приходит конец. И поэтому мы рады, что сегодня вы получили... И вы не только копите, но вы делаете еще, вы платите в шампочку. Вот малышу, спасибо. Вот малышу. Малышу самое то. Кто-то себе, кто-то мужу, кто-то сыну, кто-то на продажу. Включайте свой креатив, ищите, куда этому... А на продажу, вот кто у нас в мастер-группе, мы сказали, и берите какие-то шапочки, даже вот на этих посиделках. Очень много идей, и кто собирается взять на продажу, берите. Используйте, потому что... Портфолио и вперед. Потому что... Зачки обычно приходят, они не знают, чего они хотят. Они обычно хотят, вот... Вот я на чертала, да, на чертала огненный знак, а ты сохранил. Нет! Не знаю, чего узнаешь. Поэтому мы рады, что вам понравилось. Я хочу сказать, что древняя, восточная мудрость заключается в том, что дорога длиной начинается с первого шага. Поэтому, если вы хотите научиться вязать, вы просто учитесь, делайте шаги. Не бойтесь, не конспектируйте. Машина не кусается. Да. Вяжите вместе с нами, как говорится, учитесь с нами, вяжите лучше нас, и запомните, что с нами у вас все получится. С вами были Светлана Мильян. Наталья Некрасова. И хорошие настроения. Ну, до следующей пятницы. Ждем. Приходите, мы еще что-нибудь покажем такое. Это как.